Кусок 3 на 5 никогда в жизни 20 тысяч долларов стоить не будет. Это будет гораздо дешевле. Гораздо дешевле, потому что решение проблемы может быть принято и решение властями города, чтобы назначить разумную цену. Она была, чтобы доступна для большинства любителей. Сразу же, как только я увидел над зеленой зоной ваши решетки из стекла и бетона, из композитов и металла, я первое, что себе записал с большим знаком вопроса. Экология? Экология. А что вы подразумеваете под экологией? То, что будет под вашей решеткой. Под нашей решеткой? В принципе. Травка зеленее должна, да. Если машина... Я знаю, что вы сейчас скажете. У нас на трех улицах в городе Алматы растет трава, все остальное бурьян. Все правильно. Вы специально, наверное, взяли такие места, где сделали фотошоп. Понятно. Но мы же стремимся к тому, чтобы везде была трава, и вы на нее ставите решетку, а на решетку машину, из которой вытекает антифриз, масло, солидол капает разогретый и все что угодно. Василий Васильевич, это вопрос, знаете, не ко мне вопрос. Это вопрос ГАИ. Почему они допускают в эксплуатацию это старье? Его давно надо списать. То есть вы считаете, что мы уже так хорошо живем, что каждый казахстанец должен ездить на новом автомобиле, из которого не капает ничего. Ну, вот его не должно, в принципе, ничего капать. А вы знаете, в принципе, я бывал в таких странах, где за каплю масла, пролитую на асфальт, платится большой штраф, и этот автомобиль изымается из эксплуатации. Ну, это разумное решение. Зачем же окружающую среду портить автомобилями? Когда-то, когда автомобилей было мало, Алматы был зеленый город, на нем по городу идешь и черешню собираешь вдоль арыка. Сейчас этого ничего нет. Улицы расширены до предела. Вот еще одна проблема возникает, связанная с существующими методами парковки, с существующими принципами парковки. Это расширение дорог до предела. Их уже до предела расширили. Дальше некуда уже. А что такое расширение дорог? Это затраты на изготовление дороги, это эксплуатационные затраты на ее содержание. То есть у нас получается так. И все равно одна полоса будет занята транспортом. И все равно одна полоса будет занята транспортом. Зачем? Надо было сохранить, надо было искать решения, которые увязывают все эти проблемы. Находить оптимальное решение. Самое главное для Алматы – это сохранить зелень, сохранить ее облик, который у ней был. У нас же что делается? У нас строится огромное высотное здание. Вокруг них все асфальтируется. Вокруг них все забивается автомобилями. Ну, насколько это разумное решение? Я не знаю, видите, проблема в чем? Деньги решают. Надо умом думать, а не только деньгами, к сожалению. Какие деньги решают? Ну, потому что выгодно строить высотное здание, и вокруг них появляется большое скопление автомобилей. Да, а вот парковку невыгодно строить. Хотя, вы говорите, она окупается буквально в ближайшие годы. Если говорить о парковке, которую мы предлагаем, то все в сопоставлении нужно рассматривать. Речь идет о стоимости существующих систем парковки. Вот вы сами приводите пример, что 20 тысяч машиноместа продается. Да, примерно 15-20 тысяч будет стоить машиноместа на механизированной парковке. Наша парковка будет стоить несколько раз дешевле. Ну, я думаю, что в пределах 3-4 тысяч машиноместа будет обходиться. Но это если лично себе купить, и пусть оно у меня будет. Да, бога ради, да. Притом, за ней же можно обязать людей следить, если это арендная парковка, если это частная парковка. На ней должна зелень поддерживаться, выращивать. Есть еще такой тип парковок, экологические парковки. В чем их суть? Это снимается слой почвы, укладывается георешетка, делается подложка, укладывается георешетка, и потом засыпается почвой. И уже в эту почву высевается трава. У нас, у Новолиханова, есть подобная стоянка. Одну сделали, на этом все прекратили, потому что все вытирается, трава. Нельзя допускать контакт шин автомобиля со слоем, где корневая система. Все это пропадает. Москва примерно так была, массовая застройка вот этими экопарковками. Тоже та же самая негативная картина. У нас эта проблема четко решается. Шины автомобиля не вступают в контакт с поверхностным слоем земли. Травка растет свободно. И через эти дырочки видно там... Ну, должно быть. Ну, можно грибы там посадить. Грибы даже. Вот так вот. Ну, чтоб опять не капал антифриз. А, это есть проблема. Ну, это же проблема. Он капать в принципе не должен. А если он капает, то тут могут быть различные решения, даже технического характера. Ну, есть биозащита, например. Ну, вносить туда биоматериал, который будет уничтожать это масло. Есть такой вариант. Даже так. Это известно, это существует. Над арычной сетью можно положить перекрытие легкое, допустим. Пусть на него там скапливается. А куда ж бутылки кидать? Куда окурки, пачки от сигарет? Это серьезно. Это уже серьезно. Закройча арык. Урны у нас разворованы. Хотя бы арык есть. Тогда у нашего народа действительно возникнет другая проблема. Мы решим автомобильную проблему. Но мусор делать некуда будет. Ну, это к смеху. Ну, зайдемся этой проблемой. А серьезно. Продолжение следует.